всем привет это стало уже наверное доброй традицией это здороваться в машине мы сейчас снова едем на ярмарку но не просто она будет проходить у нас в городе нам по сути там ничего не надо посмотреть мы просто хотим прогуляться и сегодня в 1230 там должен быть дед мороз по русски пернуэль по-французски санта-клаус по-английски в общем должен прийти именно этот герой и еще вроде как будет для детей катание на осликах поэтому мы решили таиску тоже немножко выгулять и самим выгуляться и покажу как это будет проходить мне очень интересно это будет то же самое что и две недели назад либо что-то другое сейчас мы заехали к другу завести кое-какие вещи и потом уже отправимся город в доме кстати он очень похож на традиционное шале все деревянное деревянные всякие приборы висят по кругу обычно еще и колокольчики вот большие но еще больше по размеру висят цветочки прикольно мы вчера ехали вечером от бабушки все горит все в огнях очень здорово красиво все украшено а те домики которые одинаковые они одинаково украшены то есть у них расположение фонариков такое же смотрится конечно классно фонариковое стебе смешные у него еще раз из зубы по поводу так и как я что артиз через Да, спасибо! 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 Пока! Спасибо! Нам уже дали подарочек Некоторые детки плакали, Таисия вроде нормально В прошлом году она плакала И дали нам еще фотки Сейчас вот я жду пока проявится Все, у нас уже потихонечку проявляется фоточка Сегодня, кстати, магазины в городе у нас открыты Удивительно Очень много семей Классно Я заметила, что несколько раз в год, когда какие-то большие такие праздники случаются Но магазины открыты по воскресеньям Не весь день До двух часов, наверное Но людей, кстати, не очень много в них Покупателей Я, кстати, попробовала печеньки Очень вкусные Они миндальные такие Таисия уже ест вторую шоколадку И один мандарин мы выкинули Потому что он был мягкий Испорченный Не знаю, может там такое было изначально Либо там от того, что много всего свалено Вот Сейчас пойдем посмотрим Или, может быть, купим Длинквейна себе Попить Еще немножко прогуляемся Потому что ослика должны только через час привезти Но будем ли мы здесь оставаться, не знаю Потому что Мы-то думали, будет какая-то торговля Но, по сути, это только открытые магазины Больше ничего Очень много, кстати, вот Скидок 50 пациентных Потому что обычно никто здесь ничего не покупает Если честно, я не знаю, как они покупаются Вот такие таблички, кстати Видите, когда рождается ребенок Ставят обычно в саду Либо, например, на окошке Чтобы соседи там или люди, которые мимо покупают Они знали, что там родится ребенок Здесь деревья продаются, которые можно купить живые А затем их сдать Там закуски для покупателей Веточки, всякие украшения Это для камина Всем привет! Я только вернулась Отвезла Таисию К тете Так что сегодня Таисия будет со своими кузинами Целый день А я сейчас одна остаюсь дома И, наверное, займусь уборкой Потому что очень много нужно сделать Тем более, что в конце недели мы ожидаем гостей Поэтому я хочу по-быстренькому Разобраться со стирками Со всеми сглажками Естественно, влажная уборка И, не знаю, буду что-нибудь делать Что-нибудь придумаю И вечером посмотрим Если же сегодня все будет хорошо То я, наконец, попаду на курсы по танцам Если нет, то... То я даже не знаю, хочу ли я заниматься в такой школе Где все зависит от количества людей И если так будут меняться курсы, то, конечно, это не для чего Такушка Пока Таисию забрали, я как раз могу немножко поболтать И рассказать Ну, или поделиться просто Дело в том, что когда я выставила пост в Инстаграм О том, что отправила ребенка к бабушке Некоторые люди, они не поняли этого Кто-то начал меня осуждать даже Мол, как ты так можешь отдавать ребенка На целых три дня кому-то Ты же мать Ну, мать, она не робот Потому что я впервые за два года Отправила ребенка к бабушке Потому что в последнее время Я не знаю, как это называется Это кризис детского возраста Там двухлетнего Это я так на нее влияю Это погода, магнитные бури Не знаю, но ребенок в последнее время Вот после возвращения из отпуска Стал просто невыносимый Таисия, она могла вот просто на пустом месте устроить истерику Она могла раскидать там и еду Игрушки там, понятно, это ничего страшного И еду, она могла дома там везде лезть Все открывать, все доставать Когда ты ей говоришь Нет, она еще больше начинает Вот такое ощущение, что на зло что-то делать И я поняла, что еще несколько дней И я начну, не знаю, бросаться на людей Я начну давать ей Как это называется правильно Ну, в общем, под попу Как это, шлепать ее Одно дело, я привыкши работать голосом, так сказать Я просто повышаю голос Это сказывается работа в школе, наверное И все такое Но я детей, я против того, чтобы детей били Но мне казалось, что еще немного И я не сдержусь и что-то сделаю Не знаю, с ней, с котами, с собой Потому что нервы уже ни к чему И вот тогда на помощь пришел муж И, в общем, удачно так все совпало Что как раз приехала сестра моего мужа И она предложила Таисию забрать Я откровенно радовалась Я не знаю, почему люди так это восприняли Что, ах, какая я мать Что я там радуюсь тому, что ребенка отправила куда-то Но на самом деле это для меня как глоток свежего воздуха Потому что за эти вот три дня То, что ее не было Я отдохнула телом и душой так Как не отдыхала, наверное, на протяжении всего нашего отпуска Который был вот буквально там месяц назад И я наконец-то смогла посвятить время себе Не просто проводить целый день там за играми какими-то За лепкой, ходить на улицу Потакать каждому капризу А я делала так, как хочу я Я хотела пойти полежать Я пошла-полежала Я хотела почитать книгу Я захотела съездить в магазин Я съездила в магазин И никто при этом не пищал рядом Не плакал, не ныл, не одергивал Не просил что-то, не звал куда-то И это так классно И я вот понимаю тех мам Если раньше я, наверное, тоже сама как-то отсуждала Которые в двухлетнем возрасте отдают детей в детский сад Типа, ну как, вы же все равно сидите в отпуске Чем вы будете заниматься дома? А сейчас я понимаю этих мам Почему, наверное, многие из них отдают своих детей Потому что им хочется просто отдохнуть Просто привести в порядок свои нервы, свои мысли Немножко как-то освежить голову Потому что иначе можно таких дров наломать Можно, я не знаю, к чему прийти И я стала понимать тех людей, которые, например, раз в неделю ездят к бабушке Оставляют там ребенка, а сами там родители могут куда-то пойти Это так классно Это реально время, которого так не хватает И ты за это время успеваешь соскучиться по ребенку Так, что ты потом его, когда видишь, ты его сжимаешь прям до хруста костей Потому что настолько ты его любишь, настолько ты по нему соскучился И ребенок тоже Конечно, есть дети, которые, например, с другими людьми Неважно, там, бабушки, тети, дяди и так далее Они чувствуют себя некомфортно Они там и плачут, и зовут маму и так далее Слава Богу, ко мне это не относится И наш ребенок спокойно на протяжении, там, нескольких дней тусовался И с детьми, и с соседскими, и с дедушкой, и с тетей, и с дядей И она даже не вспоминала о том, что у нее есть родители Поэтому я теперь понимаю, почему такая передышка обязательно нужна И с нетерпением жду нашего минского отпуска Конечно, я не смогу оставить ребенка на несколько ночей у бабушки Но она хотя бы сможет целый день провести без меня Пока я там буду бегать по своим делам Вот, и я надеюсь, что это у нас войдет в какую-то традицию Хотя бы раз там в несколько месяцев отправлять ребенка на выходные Погостить куда-то Потому что это классно Можно заняться тем, чем ты не могла себе позволить заняться, будучи с ребенком Продолжение следует...